Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 1 сентября, первый день осени. Всех вас поздравляю также с этим днем, особенно тех наших слушателей, у кого дети идут в школу и в особенности кто идет в первый класс. Но у нас впереди еще один торговый день, сегодня первая пятница месяца, будут выходить данные по занятости в США, поэтому день обещают быть насыщенным. Начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели уход до минимальных значений в области 1.18.20. К концу торговой сессии мы вернулись уже к ценам открытия и закрылись выше их. На текущий момент мы можем ожидать возобновления уже восходящей тенденции вновь в область 1.20. До этого нам нужно увидеть закрепление выше отметки 1.19.12 по паре евро-доллар. В свою очередь уход ниже минимальных значений, которые были вчера, отметка 1.18.21 вернет нас к краткосрочным продажам по данному активу. Пара британский фунт, американский доллар, также вчера к концу торговой сессии вернулась уже к ценам открытия. И сегодня с утра были обновлены локальные максимумы уже 30 августа. На текущий момент мы также можем ожидать возобновления восходящей тенденции уже по данной паре. Ну и отмена данного сценария или ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были вчера. Это отметка 1.28.51. На текущий момент тенденция приоритет остается на укрепление британского фунта с целями движения в область 1.32.40. Пара австралийский доллар, американский доллар также вчера обновила локальный максимум, но к концу торговой сессии вернулись уже к максимальным значениям и закрылись выше открытия по данному активу в том числе. Поэтому на текущий момент мы также можем ожидать возобновления уже восходящей тенденции по паре австралийский доллар и американский доллар, что говорит о ослаблении американского доллара в данном случае. Ну и по всем другим активам, которые мы рассматриваем. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были вчера, отметка 78.70. Пара американский доллар, японская иена также на текущий момент находится в коррекции. Для того, чтобы нам уже вновь возобновить продажи по данному активу, необходимо увидеть закрепление ниже отметки 109.89. Это минимальные значения, которые были зафиксированы вчера. В свою очередь, если пара сможет уйти выше отметки 110.60, это максимум вчерашнего дня, то уже вероятно возобновление роста американского доллара против японской иены по данному активу. Пара американский доллар, канадский доллар вчера была крайне волатильна. От максимума до минимума прошли порядка 190 пунктов. Давно такого не было по данному активу, но тем не менее, уже преодолев данную область, преодолев значения минимальных уровней, которые мы видели 30 августа, это отметка 1.2501, мы вернулись на текущий момент также к продажам по данному активу. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, это отметка 1.2663. На текущий момент тенденция на ослабление вновь набирает обороты по данному активу. Еврофунт вчера также несколько замедлился в своем падении, доходили до отметки 1.9186. И если говорить о возобновлении покупок по еврофунту, то здесь нам нужно увидеть закрепление выше максимальных значений, которые были вчера, отметка 1.9237. В свою очередь, уходь ниже отметки 1.9188, это минимум, который был вчера, вернет нас также к продажам, точнее продажа не продолжится, так как сейчас в рамках часового таймфрейма продажи остаются в приоритете. По золоту вчера мы увидели преодоление целевой отметки в области 1.313 долларов за тройскую унцию, ну и собственно после этого прохода уже вернулись вновь к краткосрочным покупкам по данному активу. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, это отметка 1.299 долларов за тройскую унцию. На текущий момент ближайшая цель это закрепиться выше отметки 1.326 долларов за тройскую унцию и дальше уже пойти на отметку 1.340. Нефть марки Brent также вчера вернулась уже к максимальным значениям. Суммарно за день нефть подорожала порядка 2.5 долларов и был преодолен уровень в области 52.07, что возвращает нас также к краткосрочным, среднесрочным покупкам по данному активу. Ближайшая цель для преодоления, так скажем, среднесрочный уровень, который является достаточно важным по данной паре, это отметка 53.04. Уход выше и закрепление за этим уровнем уже может нам сказать продолжение роста нефти в область 54.50. Возврат к продажам будет вновь актуален, если нефть сможет обновить минимальные значения в области 50.62. Ну и по индексу DAX на текущий момент коррекция восходящая сохраняется, возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые были вчера, отметка 12.000, прошу прощения, по индексу DAX. Продолжение восходящей тенденции краткосрочной будет актуально после преодоления уже максимальных значений в области 12.115. Но основное направление уже в рамках среднесрочного и долгосрочного тренда остается на понижение. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хорошего завершения торгового дня, хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания.